В прошлые выходные Бекки пришла на встречу выпускников. Все ее друзья, казалось, действительно преуспевают в жизни. У Конора была брендовая одежда. У Матильды не один, а два новых смартфона. Том приехал на шикарном спортивном автомобиле. А Бет носила на запястье роскошные часы. Посмотрите внимательно на друзей Бекки. Можете ли вы сказать, кто из них действительно богат? Давайте посмотрим. Если вы присмотритесь, Конор не снял бирки с одежды. Вероятно, это означает, что он планирует вернуть их после встречи выпускников. Телефоны Матильды – подделка. Посмотрите на этикетку, это просто копия оригинального бренда. А часы Бет намного больше ее запястья, что означает, что часы на самом деле не ее. Итак, Том, вероятно, самый богатый человек на встрече выпускников. Любимая группа Эмми приезжает в город, и она очень хочет пойти на их концерт. Она спрашивает мачеху, отпустит ли она ее. Но та говорит, что разрешит Эмми пойти, только если она сделает для нее кое-что. Первое, о чем просит мачеха, чтобы Эмми принесла ей воды в дуршлаге. Чтобы сделать это правильно, Эмми должна мыслить нестандартно. Можете помочь Эмми придумать, как она может это сделать? Эмми нужно заморозить немного воды и положить кубики в дуршлаг. Технически замороженная вода все еще вода, верно? Затем мачеха просит Эмми выбрать для нее идеальное вечернее платье. Эмми заглядывает в шкаф мачехи и видит там три платья. Красное, зеленое и синее. Посмотрите, какое платье выбрать. Если присмотреться, пуговица на синем платье вот-вот оторвется, а на зеленом платье большое пятно от краски. Поэтому Эмми должна выбрать красное платье. Прежде чем Эмми успевает отнести платье мачехе, та входит в комнату. Она видит пятно на платье и начинает кричать на Эмми. Как ты могла так поступить с моим платьем? Но Эмми говорит, что она не сделала ничего плохого и что краска уже была там, когда она заглянула в шкаф. Мачеха просит Эмми найти виновного. Если она сможет выяснить, кто испачкал ее платье, то пойдет на концерт. Тремя главными подозреваемыми являются сводные сестры Эмми – Элла, Белла и Габриэлла. Они не любят Эмми, поэтому вполне вероятно, что одна из них плеснула краской на платье матери, чтобы подставить ее. Когда сводных сестер нет дома, Эмми пробирается в их спальню, чтобы попытаться найти виновного. Взгляните на комнату. Первая кровать принадлежит Элле, вторая – Белле, а третья – Габриэлле. Можете ли вы сказать, кто это сделал? Это была Габриэлла. Ее кровать – третья слева. Именно под ней стоит ведро с краской. Эмили и Барбара готовятся к девичнику. Они красятся и делают прически. У них довольно схожие вкусы, и их вещи выглядят практически одинаково. Но у одной из них больше денег, чем у другой. Глядя на изображение, можете ли вы сказать, у кого из них более дорогие вещи? Взгляните на Барбару. Ее наряд выдает ее, поскольку это явная подделка. Значит, Эмили – та, у кого более дорогие вещи. Гарри решила отправиться в кругосветку. Приземлившись в Париже, он отправился искать место, где можно остановиться. Нашел симпатичный маленький отель и решил зайти внутрь. Это он зря. Почему? Посмотрите на окно на последнем этаже. Похоже, что там призрак. Ужас! Я бы на его месте поискала другое место для ночлега. После того, как Гарри нашел отель получше, он решил пообедать и заказал классический французский луковый суп. Но когда ему принесли блюдо, в нем оказались тараканы. Гарри позвал менеджера ресторана, чтобы рассказать о случившемся. Менеджер сказал, это неприемлемо. Я найду того, кто это сделал, и немедленно его уволю. Подозреваемых оказалось трое. Повар сказал, что приготовил суп, как обычно, и передал его официанту. Официант сказал, что он не прикасался к супу. Он просто подал его Гарри и поспешил принять заказ с другого столика. Уборщик сказал, что последние часы он провел, убираясь в туалете и понятия не имел, из-за чего возникла суматоха. Можете ли вы сказать, кто виновен? Никто! Посмотрите на вентиляционную решетку. На ней тараканы. Должно быть, они выползли из нее и упали в суп Гарри. Ух ты! В бизнес-классе международного рейса, направляющегося в Рим, находятся три пассажира. Взгляните на этих трех людей. Первая леди выглядит довольно хорошо одетой. У нее роскошная дизайнерская сумочка, и она пишет смс на своем дорогом телефоне. На ноутбуке парня посередине графики биржи. А третий парень наслаждается чашкой кофе, читая статью Financial Times. Можете ли вы сказать, кто из них настоящий миллиардер? Давайте посмотрим. Женщина может выглядеть хорошо одетой, но если посмотреть на бирку на ее одежде, то там написано стопроцентный полиэстер. Маловероятно, что миллиардер будет носить что-то подобное. Парень, работающий с графиками акций, носит старые рваные ботинки. Я сомневаюсь, что это дань моде, поэтому он, скорее всего, не миллиардер. Остается последний парень. Если присмотреться, то статья, которую он читает, посвящена ему. Статья называется «Новый мировой миллиардер». Думаю, мы нашли нашего парня, да? Детектива Смита вызвали для расследования кражи со взломом в городском музее. Дорогой бриллиант исчез, и в урне оставил после себя никаких следов. Проанализировав записи с камер наблюдения музея, детектив Смит вычислил трех подозреваемых – охранника, хранителя музея и посетителя. Охранник сказал, что покидал свой пост только во время обеда, и он может поклясться, что в это время бриллиант еще не пропал. Куратор музея проводил экскурсию по музею для иностранной группы. Они пришли посмотреть на бриллиант в начале экскурсии, и он по-прежнему сиял на своем месте. Посетитель сказал, что заглянул лишь на минутку, и даже не проходил через зал Меце, где хранился бриллиант. После этих трех допросов детектив Смит нашел вора. Можете ли вы сказать, кто это был? Это был посетитель. Прежде всего, он знал точное местонахождение бриллианта. Кроме того, посмотрите на шнурок, который он держит в левой руке. Детектив Смит вытащил ее из-под рукава, и вуаля – бриллиант был прикреплен к ней. Наверное, у него не было времени избавиться от бриллианта, да? Джулия и ее друзья решили провести выходные в домике в лесу. Они приехали в пятницу вечером и провели ночь, играя в настольные игры и рассказывая жуткие истории. Проснувшись в субботу утром, они обнаружили, что кто-то украл все их запасы еды. Стекло в двери было разбито, но кроме этого не было никаких признаков того, кто мог это сделать. Тогда группа решила обыскать лес у дома, чтобы найти преступника. Внимательно осмотрите место, на которое наткнулась группа, и попробуйте найти того, кто забрал их еду. Что это в левом углу? Похоже на следы медвежьих лап, да? И не одни, а целой семьи медведей. О, и они даже оставили на земле обертку от Орео в качестве доказательства. Да, эти ребята точно причастны к делу. Мэри руководит компанией по организации свадеб. Она приезжает в свой офис рано утром. О, нет. Кто-то украл весь запас дорогих вяленых помидоров, приготовленных для предстоящей вечеринки. Мэри закрыла офис в 10 вечера, и закуски были на месте. Она звонит в полицию. Детектив устанавливает трех подозреваемых и отправляется к ним. Охранник был на дежурстве прошлой ночью. Он предполагает, что вор мог пробраться в офис, пока он был на другом этаже. По словам уборщицы, у нее аллергия на помидоры, и она не может даже смотреть на них. А парикмахерша, работающая неподалеку, утверждает, что закрыла свой салон в 8 вечера и сразу после этого ушла домой. Кто лжет? Уборщица. У нее на подоконнике стоит горшок с томатами, поэтому она соврала про аллергию. Познакомьтесь с двумя свадебными организаторами Мэри – Холли и Долли. Холли очень богата, а Долли очень бедна. Можете ли вы определить, кто есть кто, просто взглянув на эту фотографию? Посмотрите на женщину слева. В ее холодильнике много нездоровой пищи. А вот у той, что справа, еды меньше, но она здоровая и дорогая. Она выбирает качество, а не количество. Значит, она должна быть Холли, а другая – Долли. Мэри просматривает свои социальные сети и натыкается на эти две фотографии. Одна из этих семей – миллиардеры. Можете угадать, кто? У каждого члена первой семьи есть свой рождественский чулок, и у них есть красивый камин. А вот у второй семьи всего два чулка, и камин не настоящий. Значит, богатая первая семья. Мэри просматривает фотографии свадебных торжеств. Можете ли вы сказать, кто из молодоженов бедный? На второй фотографии можно увидеть шелковые банты и дорогие закуски. Значит, первая пара – бедная. Они используют дешевые закуски и гирлянду ручной работы для своей вечеринки. Посмотрите на эти две свадебные фотографии недавних клиентов Мэри. Одна из этих пар – очень богатая. Сможете угадать, какая? Первая пара взяла наряды на прокат, поэтому размер им не совсем подходит. А вот наряды второй пары более повседневные, но аккуратные и дорогие. Мэри посещает магазин дорогой одежды. Она становится свидетелем следующей сцены. Один из этих покупателей – бедный, а другой – миллионер. Можете ли вы сказать, кто из них кто? У первого парня нет денег, поэтому он колеблется и стесняется, спрашивая о дорогой футболке. А богатый парень не стесняется задавать вопросы о ценах, потому что может позволить себе все. Но он все равно хочет знать, почему она стоит так дорого. Разумно. Мэри обедает в своей любимой закусочной. За соседним столиком она замечает двух симпатичных дам. Одна из них очень богата. Сможете ли вы определить, кто именно? У блондинки старый смартфон с одной камерой, а у рыжеволосой – современный телефон. Значит, она богатая. Мэри выходит из закусочной и сталкивается с этими парнями. Один из них просто притворяется, что у него нет денег. Сможете ли вы угадать, кто это? Этот парень. Он носит дорогие умные часы. Мэри заходит в супермаркет. В очереди стоят три беременные женщины. Можете ли вы определить, какая из них самая богатая? У первой леди уже большой срок, но она продолжает работать, что, вероятно, означает, что ей нужны деньги. А у третьей слишком много кредитных карт и купонов, поэтому самая богатая – вторая леди, в корзине которой множество органических продуктов. Мэри гуляет по городу и натыкается на концерт под открытым небом. Один из этих музыкантов – тайный миллионер. Есть идеи, кто это может быть? Это леди. Под простым нарядом она носит бриллианты. Мэри привозит в офис коробку шоколада, чтобы угостить своих коллег. В коробке было 57 шоколадок, из которых все, кроме 17, были съедены. Сколько шоколадок осталось в этой коробке? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны внимательно прочитать вопрос. Фраза «Все, кроме 17, были съедены» означает, что только 17 не были съедены. Следовательно, в коробке осталось 17 шоколадок. Мэри приезжает на роскошную свадебную церемонию. На парковке она встречает этих двух парней. Сможете ли вы угадать, кто из них миллионер? Этот парень таксист, а у второго спортивная машина. Значит, он миллионер. Мэри приходит на вечеринку. Она идет в ванную и видит двух дам, которые поправляют макияж. Можете ли вы определить, чей муж богаче? Женщина справа использует поддельную косметику Гуччи. Следовательно, у той, что слева, должен быть более состоятельный муж. Мэри садится рядом с тремя парнями. Они хотят произвести на нее впечатление и начинают хвастаться своими деньгами. Ричард только что заключил сделку на шестизначную сумму, поэтому планирует купить новый пентхаус. Гарольд только что вернулся из кругосветного путешествия. Он приглашает Мэри присоединиться к нему в следующий раз. А Энтони утверждает, что его семья владеет огромной корпорацией, поэтому он ни дня не работал за всю свою жизнь. Один из них лжет. Сможете ли вы угадать, кто? Ричард. Он украл золотую вилку со стола и спрятал ее в карман пиджака. Зачем ему это нужно? Ведь он и так богат. Алекс и Джордан находятся в смертельной опасности. Они оказались на необитаемом острове. Они находятся без еды и воды уже более четырех дней и, вероятно, долго не протянут. Взгляните на эти изображения. Если у вас есть предположения, кому из них удастся выбраться оттуда живым, сообщите нам. Джордан, парень слева, придумал, как ему выжить. Он укрылся под кокосовым деревом. Он может просто открыть кокос, и у него будет немного еды и воды, чтобы продержаться до прихода спасателей. Мэтт, Зак и Брайан заказали прогулку на вертолете на день. Когда они пролетали над горнолыжным курортом, то увидели двух девушек, которые находились в опасности. Но поскольку в вертолете было только одно свободное место, они могли помочь только одной из них. Взгляните на девушек. Вы должны сказать нам, кто из них, по вашему мнению, действительно нуждается в спасении. Оставьте комментарий ниже. Эта девушка слева, висящая на вершине скалы, она может упасть в любой момент. Другая леди может скатиться вниз по склону без лыжных палок. Это точно. Пришло время снова посетить стоматолога. И Нэн, и Джон записаны на прием, чтобы вылечить кариес. Но они не знают, что маньяк-преступник похитил одного из стоматологов и выдает себя за него. Взгляните на эти кадры. Расскажите нам, кто, по вашему мнению, должен как можно скорее покинуть кабинет. В опасности Нэн. Смотрите, сзади стоит банка с человеческими ушами, в которой плавает какая-то странная жидкость. Этот парень точно не настоящий дантист. Два мотоциклиста едут по дороге на полной скорости. Один из них вот-вот врежется в переход, где идут школьники. А другой показывает трюки, поднимая руки вверх. Используйте свою интуицию и скажите, кто находится в реальной опасности. Это парень, направляющийся к переходу. Если он не затормозит, то, скорее всего, покалечит себя, женщину, которая едет с ним, и детей. У Барбары Питбуль. Известно, что он может напасть на случайного незнакомца, поэтому она обязательно надевает на собаку на морду. У Стиви тоже есть Питбуль, который никогда ни на кого не нападал, поэтому она обычно отпускает его с поводка. Посмотрите на фотографии. Догадайтесь быстрее всех, какая собака представляет реальную угрозу для незнакомца. Конечно, это собака без поводка. Животные слишком непредсказуемы. И то, что раньше собака никого не атаковала, не значит, что она никогда не нападет. Питбуль представляет для других реальную угрозу. Он ставит себя и окружающих в довольно опасные ситуации, при этом совершенно не понимая этого. В первом случае он зажигает спичку, а на пол проливается бензин. Во втором случае он держит меч, направленный на девушку. Внимательно посмотрите на фотографии и попробуйте угадать, кто находится в большей опасности. Конечно, парень в большей опасности в первой ситуации. И все остальные люди на заправке. Джейн опаздывала на свидание, поэтому решила высушить волосы феном, пока принимала ванну. Джейк так устал на работе, что решил принять расслабляющую ванну, пока заканчивал дела. Угадайте, кто из них, скорее всего, в опасности. Это Джейн. Ее фен подключен к источнику питания. И ведь никогда не стоит совмещать воду и электронные устройства, верно? Джим и Эндрю были доставлены в больницу для операции в тот же день, когда из тюрьмы сбежал грабитель. Они не подозревали, но один из них оказался в опасной ситуации. Грабитель планировал украсть все их вещи, как только анестезия подействует. Взгляните на эту ситуацию со стороны и поделитесь своим мнением по поводу этого происшествия. Хотя у доктора справа на штанах грязь, посмотрите на парня слева. На нем нет перчаток. К тому же вы можете увидеть часть его таблички с именем, оставшейся с тех пор, как он сидел в тюрьме. О, боже!